Сальви Мунди, дорогие друзья, с вами SmartGeekBlog В позавчерашней лайв-трансляции в моей группе ВКонтакте Кстати, подпишитесь, если еще нет Ожидаем, тогда будет следующее видеообзор Android Pay После SmartGeekVlog, который выйдет сегодня-завтра Но я ленивый, поэтому фиг знаю когда Я говорил, что первым делом я выпущу SmartGeekVlog выпуск 8 С новостями за последние 2 месяца И лишь потом будет видео про Android Pay Но поскольку я ленивая жопа и достаточно длинный новостной выпуск Я так и не сумел доделать Более того, хочется вернуться в нормальный график Я решил воспользоваться шахматистским стратегическим приемом И сделал небольшую рокировку SmartGeekVlog выпуск 8 выйдет ближе к выходным Поскольку буквально вчера в России матушки И наконец-то запустился сервис бесконтактной оплаты со смартфона Android Pay Призванный стать конкурентом Apple Pay и Samsung Pay У меня, как вы знаете, есть Nexus 5X Который я уже успел откатить на стоковую прошивку Android 7.1.2 без рута И сегодня мы с вами протестируем Android Pay Посмотрим на то, что же это за зверь такой А также на то, насколько он конкурентоспособен на рынке сервисов бесконтактной оплаты Поехали! Начнем с того, что огласим список карты банков Поддерживающих Android Pay на старте В отличие от купертиновских жлобов Корпорация Добра ведет себя культурно И на старте поддерживаются сразу 13 банков А не только один ссанный Сбербанк В список этих банков входят Акбарс, Альфа-банк, Бин-банк, ВТБ-24, Открытие-банк В том числе Рокет-банк и Точка, которые принадлежат открытию МТС-банк, Промсвязь-банк, Райфайзен-банк, Россельхоз-банк, Русский Стандарт, конечно же Сбербанк и Тиньков Помимо этого, партнером Google стала система электронных денег Яндекс-деньги Что удивительно, поскольку в последнее время у Гугла и Яндекса есть кое-какие терки Более того, в отличие от Apple Pay, Android Pay поддерживается сразу картами и MasterCard и Visa А значит, проблем ни у кого быть не должно И вам не придется бежать в банк и оформлять карту другого производителя Чтобы пользоваться бесконтактной оплатой на смартфоне Однако, несмотря на это, для юзеров мастер все-таки есть некоторые временные бенефиты При оплате через Android Pay Такие как 50% скидка на билеты Московского метро и Московского центрального кольца Для оплативших на турникете Ну, это когда вы оплачиваете сам проезд, уже проходя через турникет в метро Прямо со смартфона Работает, естественно, не на всех станциях Эта акция доступна всего месяц С 23 мая по 23 июня И я, как человек, который все время ездит на метро Планирую на этом серьезно сэкономить Далее доступна 50% скидка Для 3000 человек по всей Москве Оплативших при входе через турникет Поездку на аэроэкспрессе В любой из аэропортов Актуально с 23 мая по 15 августа Ну и по мелочи 50% скидка на любой в бургер в Burger King Для одного держателя карты один раз Также бесплатный кофе или печенье в Starbucks Все на тех же условиях Теперь говоря о аппаратно-программном обеспечении устройства для работы с Android Pay Android Pay работает на большинстве устройств с Android 4.4 KitKat и выше Естественно, устройство должно иметь NFC-чип Наличие сканера отпечатка пальцев не обязательное Также установленное приложение Android Pay Если у вас Nexus или Pixel Оно будет предустановлено в систему В противном случае вам надо будет зайти в Google Play и скачать его оттуда На Android Wear часах с системой первого или второго поколения Эта тема тоже будет работать А теперь говоря о грустном Перечислю те случаи, в которых Android Pay не будет работать Android Pay не будет работать на устройствах с открытым root доступом Или установленной кастомной прошивкой, которая по умолчанию имеет в себе root Как например Lineage OS Хотя блин, кто в 2017 будет в здравом уме и твердой памяти ставить эту парашу на свой девайс Ну разве что пользователи Xiaomi, поскольку MIUI еще более отвратительный И еще один нюанс Вот сейчас будет важно Android Pay не будет работать на первой и второй девелопер превью Android O для Nexus и Pixel Так что если вы как энтузиаст поставили себе бетку Не обессудьте, придется откатываться После того, как мы убедились, что все требования соблюдены Мы открываем приложение Android Pay и возможно видим, что у нас уже есть карта В данном случае Rocket Bank, которая подтянулась из моего Google аккаунта Ее надо только активировать, введя CVV код, подтвердив область, в которой вы живете Я это уже сделал заранее И вот в этом есть очень важное отличие Android Pay от Apple Pay и Samsung Pay В отличие от конкурентов, позволяет синхронизировать карту через ваш Google аккаунт И оплата с карты, добавленной в любом Google приложении, будет работать в любом другом Google приложении Чего нету в том же Apple Pay, где карты добавляются отдельно И не связываются с вашим аккаунтом в App Store Также мы можем добавить новую карту, что я, собственно, сейчас и сделаю на камеру Увы, придется использовать цензор, потому что в отличие от обзора Apple Pay Карту Momentum я в этот раз оформлять не стал Для этого, как и в Apple Pay, мы можем поднести нашу карту к камере смартфона И попытаться просканировать, или же вводить все данные вручную по старинке Кому как удобнее После чего мы, как и в Apple Pay, должны ввести наш реальный адрес Затем дождаться SMS с кодом от банка, и карта будет добавлена Теперь, что касается оплаты В этом моменте Android Pay тоже немного отличается от Apple Pay Если сумма покупки составляет менее 1000 рублей Для оплаты вам достаточно зажечь экран смартфона, поднести его к терминалу После чего активируется соответствующая служба на смартфоне, и платеж пройдет Если же сумма больше 1000 рублей, у вас попросят подтвердить платеж через сканер Imprint И в редких случаях ввести пин-код на терминале Конкретно с Apple Pay у меня просили ввести пин-код только в одном случае Когда я покупал ремешок для своих Apple Watch за почти 10 тысяч рублей Сразу скажу, что в данной ситуации сканер, расположенный на задней панели устройства Как, например, в устройствах Nexus, вообще не мешает И авторизоваться через него достаточно удобно Прикол в том, что Apple Pay работает без необходимости включать экран смартфона Но при этом он всегда требует авторизацию по Touch ID Если оплата идет со смартфона, а не с часов Apple Watch Это мне кажется преимуществом Apple Pay, поскольку зажигать экран не всегда удобно А вот использование Touch ID для абсолютно любой транзакции вне зависимости от суммы Это дополнительный рубеж безопасности Также меня порадовала возможность прохода в метро с использованием смартфона Что выходит по деньгам чуть дороже, чем поездка по карте Тройка в Москве 35 рублей у Тройки против 40 таким способом Но дешевле и удобнее, чем использовать все тот же Apple Pay и Android Pay Для покупки разового билетика стоимостью 55 рублей Но не будем забывать, что в течение месяца в системе Android Pay по карте MasterCard Действует акция, благодаря которой вы сможете проходить метро таким способом за всего лишь 20 рублей Что несомненно круто и пока акция идет, советую всем этим пользоваться А посему Android Pay, как и Apple Pay призван немного упростить вашу жизнь Но сделать это чуть дешевле, чем система от Секты Джобса Подводя итог, я скажу, что Android Pay это достойный конкурент Apple Pay и Samsung Pay И несмотря на то, что в России он появился на полгода позже Он, как я пророчу, будет пользоваться большей популярностью Просто потому, что он более массовый, чем его ближайшие конкуренты от Apple и Samsung Если Apple Pay доступен только на iOS А Samsung Pay доступен только на устройствах линейки Samsung Galaxy То Android Pay доступен практически на всех Android устройствах Вне зависимости от производителя и ценового диапазона самой железки И невозможно не признать того факта, что Android это все-таки самая популярная мобильная ОС в мире Ввиду просто колоссального количества поддерживаемых устройств А посему, как я считаю, Android Pay ждет однозначный успех в нашей стране Поскольку пользователей Android много А бесконтактные платежи интересуют большинство тех, кто пользуется обычными карточками Потому что это быстро, просто и удобно Ну а на сегодня это все Спасибо за просмотр Если вы уже пользуетесь или планируете пользоваться сервисами бесконтактной оплаты на смартфоне Или же просто понравилось видео Обязательно прожмите лайк Поддержите мои старания Ну и подписывайтесь на канал Подписывайтесь на лайв-канал Вступайте в нашу группу ВКонтакте Читайте мой твиттер Заглядывайте в инстаграм Оценивайте, делитесь, комментируйте А с вами был SmartGeekBlog До новых встреч в мире технологий И да пребудет с вами светлое беспроводное будущее Всем вале